Как забивает шайбу Петров. Хороший показательный момент, который мы обязательно покажем на сайте, чтобы не было никаких домыслов и вопросов. По поводу души. Мы никого не душим, мы добрейшие люди. На самом деле очень милые и позитивные. Просто бываем очень, может быть, серьезные. Надо понять, потому что мат это безумие, это интереснейший наш лучший вид спорта. Тяжелое решение, но посмотрев и убедившись о том, что сделано все в пределах правил, арбитры засчитали гол. Теперь вернемся к предыдущим матчам между этими командами. Там тоже было кое-что интересное. Вот, в частности, Киселевич очень опасно действовал против Тихонова у Горта. Да, хороший момент, который не увидели сразу арбитры. На самом деле здесь есть грубость. Если может показаться, сначала идет воздействие плечом к плечу, но в конце, в конечной фазе эпизода идет воздействие перчаткой в голову Тихонова. И на самом деле это грубость. Это не удар в голову. Это пропущенное нарушение правил. Очевидное пропущенное нарушение правил. Я так понимаю, что арбитр находился совершенно... Попал, да, в ракурсе и он был... Совершенно не видно было. Да, он был в полной уверенности в том, что он бьет, если посмотрим, плечо к плечу в корпус, а потом уже в конечной фазе перчатка попадает. Хорошо, вот вы увеличили в это камеру. Вот, здесь вот хорошо видно попадает. Сколько минут полагалось за это? Две минуты. Не больше, не больше. Ну, понятно, что Киселевич не разбегался, да, для того, чтобы нанести травму. Совершенно не запада, на восток не делал лифт, движение, не делал тех мышц, не держал клюшку в поперечном положении. Скажем, ну, да, просто получился такой эффект, и тихо накупался, не заступился барабаном за 100, только получил время. А почему Киселевича сначала отправили в штрафной бокс? Нет, просто лайнсмены сначала по методике должны растащить пару, дерущийся ли кто на балл, потом уже, когда спокойно разобраться, главный арбитр спокойно скажет рацию данного господина увозил. Пожалуйста, пусть проследует на лавку своей команды. Еще один очень неоднозначный эпизод. Было или не было нарушение численного состава? В какой игре? Вот, пожалуйста. Совершенно верно. Если вы посмотрите с нашего сайта, с правильного, он у вас немножко не тот ракурс, а судьи пользовались видеоглосистемой, которая присутствует в Питере, которая в прекрасном качестве и в Питере, и здесь. Кстати, она одинаковая. Опять же, мы смотрим панорамную камеру, что-то другую. Они находились, в данном эпизоде ничего страшного не происходит. Они находятся в полутораметровой зоне. Совершенно верно. Два уходит, два заходит. Тут нужно обращать внимание уже на крайнего игрока, который заходит, остается у вас за кадром. Опять же, тонкость всего этого правила. Нужно понимать, что это не шесть человек, а именно шесть человек в том моменте, когда забивается гол. И получает ли человек, участвует ли он в игре? Как это было вчера в тракторе? Как был момент очень тяжелый в тракторе, когда тяжело, камера не успела показать. А мы сейчас изучим этот момент, но я хочу спросить. Ну, обязательно, Алексей, обижайте, у нас все есть. Так вот, в данном случае главные арбитры или лайнсмены должны изучать видео? В данном случае, согласно регламенту, конечно, изучают главные судьи. При том, что в игре нарушение... Безусловно, это девятый пункт на покидание шайбы площадки, на высокоподнятую клюшку, непосредственно перед голым, еще раз уточню, на пас рукой. И на шесть человек исключительно главные арбитры принимают решение. Они консультируются с военной комнатой, со специалистом, который, взяв чашечку кофе, может спокойно сказать, и чтобы они не волновались, показать, какую камеру и как их определить. Алексей Анисимов выполняет нашу работу. Он уже подвел к другой серии между Акбарсом и Трактором. И там тоже было нарушение численного состава в предыдущей игре. Безусловно, очень такой крестоматийный случай, который мы очень жестко за это правило взяли с этого года. Это как раз показана картинка с панорамной камеры, с видеогол-системы. Совершенно верно. Но тут нужно смотреть, что игрок, на которого идет передача, он уже участвует в игре. Вот под номером 5 игрок, если вы будете смотреть, правильно, и наши телезрители посмотрят, его партнер еще не покинул площадь, а он уже долго производит бросок. Не покинул площадку и уже покинул полутораметровую зону. Соответственно, небольшая методическая помарка Лайнсовна заключалась в том, что им нужно было чуть раньше дать свисток, тогда не было бы вопросов. Получается, камера переходит, понятно, что есть видеотренеры. Это здорово, что у нас все команды стали использовать видеотренеров. У нас 5, у нас, посмотри, 5, мы не видим 6. Это конкретный случай нарушения численного состава, который более жестко мы стали трактовать, и который так же трактуется в ИХФ на международной арене. У нас всего одна минута в эфире. Есть еще один эпизод, на который я хотел бы обратить внимание. Это единоборство Шолохова и Лукоянова. Очень тяжелый момент, и, наверное, не открою секрет, я даже заходил в Казань, в ПТС, был на этой игре. У него сломано два зуба, и, конечно, по принятию решения этот момент сегодня был отправлен из ДК. Из ДК ограничилось, напомню, для наших телезрителей минимальным штрафом. Осталось в силе данное решение. Тяжелейший момент, и только на этой камере можно наблюдать, что он по скользящему попадает где-то сверху. Потому что камера, которая была сбоку, немножко другая расходровка, там крюк внизу, а потом уже ухо. Такой вызвал спор и момент, но это высокоподнятая клюшка. Опять же, судьи на месте принимают решение. Если они видят, что это случайно, но разбивается что-то там, когда-то 4 минуты, если не считаешь, что это умышленное действие, нет опции этой пятеркам. А за что удален Петров? Там есть два эпизода у Петрова в прошлом матче. До конца, да. До конца. Ну, во-первых, вестись так нельзя. Значит, сначала он здесь попадает высокоподнятой клюшкой Ткачеву. Попадают, да. Ну, понятно, что у нас немножко артистизма чуть побольше стало здесь. Попадает, идет череда удалений. Ну, подвизор там клюшка. Нет, без вопроса. Без вопроса, просто Петров начинает эмоционально реагировать на все это, потому что это череда удалений. Я его прекрасно понимаю, как человека, как эмоции. Он выражает полностью недовольство. Выражает раз, говорит, ему дают 10 минут. После этого он не останавливается, продолжает ту же линию поведения, за что уходит до конца. Приблизительно такой же похожий момент, как был у Хухтовы в серии ЦСКА-Йокере. Понятно. Спасибо большое Алексею Анисимову, что пришел к нам в студию. С Александром Кузьковым в следующем перерыве разберем игру. Спасибо и удачи, коллеги. Спасибо.